Крупнейшие производители грузовиков приняли общее решение. К 40-му году коммерческий транспорт навсегда избавится от двигателей внутреннего сгорания. Манифест подписали семеро – Daimler, Scania, MAN, Volvo, DAF, Iveco и Ford. Но всё не так просто. Как показал реальный опыт эксплуатации электрического Комтранса, перевести на батарейную тягу реально только грузовики-одиночки, вроде фургонов и мусоровозов, которые работают внутри города. Скажем, электрическая Scania на одной зарядке может проехать максимум 130 километров, а затем ей придётся около часа простоять возле зарядного терминала. Притом Марка честно указывает – при плохой погоде и с полной загрузкой пробег будет ещё меньше. Получается, что для дальних перевозок аккумуляторная концепция не подходит вовсе. С переходом на электромоторы тягачи становятся неоправданно тяжёлыми, дорогими и короткоходными. Ещё одна затея – сделать грузовой троллейбус – тоже оказалась нежизнеспособной, ведь ради этого вдоль основных магистралей придётся натянуть контактную сеть. Поэтому главную ставку придётся сделать на водород. Марка Манн считает, что на первых парах на водород можно перевести обычные ДВС, а позднее, когда будут отточены соответствующие технологии, удастся внедрить топливные элементы, которые смогут вырабатывать из лёгкого газа электричество. Немцы уверены, что выпускать на рынок машину, которая не может проехать меньше 800 километров, не имеет никакого смысла. Первые прототипы таких большегрузов обещают передать клиентам через 2-3 года. Примерно тогда же Daimler начнёт отгружать серийную версию концепта Gen H2 – экспериментального автопоезда на сжиженном водороде. Благодаря двум криогенным бакам полноценная 40-тонная сцепка сможет отъезжать от заправки на 1100 километров. Кстати, в работе над топливными элементами инженеры из Штутгарта объединили усилия со шведами из Вольво, так что водородная тема для техники дальнего боя – это действительно всерьёз и надолго. К этому движению, правда, без подписания общего договора, негласно присоединились азиатские компании. Об изысканиях на тему топливных элементов ранее заявляли японская Хино и корейская Хёнде. Так что дело осталось за инфраструктурой. Впрочем, учитывая, что H2 та же Германия официально признала наиболее перспективным топливом, с появлением новых заправок проблем, видимо, не будет. Субтитры создавал DimaTorzok